вот новый новый день мы начинаем видосик снова нового дня и мы идем сейчас немного прогуляться посмотрите окрестности чё к чему вот я думаю сейчас будет интересно глянуть здесь хорошие леса такие вот видно ели это не сосны это ели еловый лес я так полагаю что тут примерно такие же деревья так как и в тайге где-то в сибири потому что очень много деревьев вот прямые как в россии есть это ели какие-то лиственные деревья такие здесь природа чистый воздух папоротники вот такие большие прям есть как видите там огромные хвойные хвойная подушка такая прям высохших хвойных деревьев точнее этих иголок много-много а это типа лопухи я не знаю что это за растение такие интересно да ну в лес и туда сейчас не пойду потому как по простым причинам могут быть клещи и все такое сейчас сезон как раз тепло хорошо и клещи могут вылезти поэтому она погнали посмотрим что там к чему погода сегодня классная ни жарко ни холодно мне нравится на хоккайдо очень много всяких вот ферм как вы видите здесь находится теплицы некоторые работают некоторые нет выращивают что-то и дома нетипичные для япония так скажу что япония обычно не используют такие строения это ближе уже к европейскому стилю такие дома на теплицы на теплицы стандартная из алюминиевого профиля и сверху пленкой натянуты сверху спереди натянуты пленкой тут конечно много очень заросли очень большие и сзади там виднеется ели но это не голубые ели обычный ели небольшая парковка я так понял да тут река она небольшая больше похоже на растительный канал они на реку потому что ну сами видите да ручеек вообще ну японцы называют это рекой хреном узнаю может быть это река по их понятию ладно мы продолжаем двигаться дальше и здесь что удивительно вот я вижу что в японии японии очень много вообще на самом деле разных культур и разных домов собрано вот в частности здесь данный момент находится больше как европейские дома европейские застройки потому что японские дома типичные они выглядят совсем по-другому ну возможно здесь просто люди живут такие которым нравится европейские селеба же архитектор или еще что-то но суть в том что это не японские дома и выглядят они совершенно по-другому вот выглядит вот так вот они здесь находятся у них гаражи кстати что меня удивило как видите никаких заборов нет все открыто это очень здорово но только вот здесь вот спереди чисто для красоты сделали такой заборчик небольшой а по факту никаких заборов нет у них и это меня реально радует потому что в японии как вы знаете особенно в токио но это просто какой-то как здесь с этими заборами они сплошь и рядом везде где надо где не надо люди просто эти забор пихают во все свободное пространство и это очень мешает передвижению людей том числе на велосипедах или пешком или с коляской да как угодно вообще очень мешает передвижению людям которые но привыкли ходить пешком по городу гулять то есть ты там спокойно не погуляешь между домов там не пройдешь где-то угол не срежешь и но это конечно хрен хреново да здесь вот находится у них типом заброшенные сады как я понял здесь раньше тоже были дома но судя по всему их уже давно снесли и остались только сады после них это типичная картина как бы в россии кстати вот ромашки хорошо прямо разросли здесь очень много видимо кого-то были это как бы полевые цветы целом их очень много ромашек здесь прям дофига а вот а вот 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 и доноска метается так рано коко не аркую сэнга шимаскана она мимо итак welcome всем мы тут снова в полях мы в полях там я не знаю слышно меня нет вот тут приехали вон точила стоит вот еще одна там двое летают на на дроне старости с какого с термокамерой с той стороны летают двое на мавике ищем этого медведя медведя здесь медведи водятся бегают средь бела дня но такой маленький но где-то был сюда вот прям сегодня в полосу перебежал мы переквалифицировались в охотниками за медведями правда нас ружья нет нифига будем наверное землей его закидывать закапывать заживо что что ли я не знаю или волка покрышками то есть забрасывать в общем если он на нас выбежит нам как здесь вот так что не поведать и лихом давайте что-то я там задубил на улице вообще жесть решил в машину сесть думаю сейчас лучше поснимаю из машины в общем вот тот чувак японец на машине приехал это местный ну типа егер или как из лес 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 охраны значит он сказал что вот видел медведя который выбегал из вот той вот лесополосы который поперек и перебежал от которого сейчас идет вдоль полей сегодня буквально небольшой медведь это может быть это был полметра такое высоту ну вот мы сейчас пытаемся его на дронах выследить там один дрон с термической камеры один с обычный но хрен там плавал как говорится лучше давно слинялась сюда чем дурак стали ждать особенно у этого чувака есть с собой винтовка он гортис его сразу вольнем но в чем я и конечно не уверен но я даже не доставал потому что сейчас вот он выбежит из тех кустов и чё этот будет и поин сделать побежит доставать в общем так и живем но пока никаких медведей ничего нету но и вряд ли будет наверно холодно уже он пошел спать так что лада давать мы продолжаем есть такой вот неплохое поле это за мы опять приехали искать медведей и за их опять кого найдем но походу тут уже медведи все по вырубали вот новые елки посадили да страшно как в общем опять летаем на двух дронах один матрис 210 и другой матрис матрис мавик он там он стоит короче пока никаких результатов зато здесь есть земляника земляники здесь до хрена значит медведи сюда приходит иногда вот он мелкая сейчас нам не сезон это здесь есть и 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 а вот такие тут леса на хоккайдо ели огромные и впереди что-то там знак какой-то непонятно лечит белая и здесь вот орешник осины или еще что отсюда плохо видно крапива много очень ну да считай как в россии леса такие же и погода такая же прохладная в общем внутрь мы туда не пойдем так как егер сказал животных до хрена это как национальный парк и могут атаковать напасть там все дела вон они разбежались тут ли тут у них посадка елей очень много мелких елей здесь посадили вырубили сначала этот старые посадили новые тут такого типа питомника так что вот так вот медведи ожидаем местность сканирует ищет где какой медведь выбежит только я что-то я здесь очку и здесь стоять я лучше поехал бы в машине вы посидел или вообще отсюда бы уехал фиг ли тут делать медведей ждать ящи не понимаю такого прикол ну ладно если там вышка было если без вышки то вообще как-то хреново вот такие вот дела приехали в какой-то парк я не знаю как он называется длинное название здесь ферма по производству сыров разные делают коровы тут сидят кони торчат в общем весело живут люди а вот здесь у нас у них находится экспозиция старых вещей можно ознакомиться как это все было раньше выглядела 2011 году вот old japan присудили какие-то им регалии видимо лучший сыр в японии было здесь такая картина красиво да на самом деле здесь интересно и недорого пиццы вот разные продают цены сами видите люди кушают сырное кафе сырное кафе называется место санки вот зимой кататься удобно видимо к лошадям привязывают и погнал но пошла так работают они до 4 вечера надеюсь мы успели там я лично здесь можно купить попкорн сыром это наверно очень вкусно попкорн это что такое а этот для я кинеку такие панели тяжелые это чугунные чтобы жарить тут конечно же вот свинюшки коровы видите там запрягают тут еще свинюшки тоже веселые кейки продают вот чизкейки мясо мясо сразу пицца уже замороженная но цены в принципе нормальная я бы искал что уж запредельный хорошая цена 500 иен очень даже неплохо здесь вот я еще смог чиз я бы взял бы прям упаковку смог чиза если это возможно вот здесь что-то я не наблюдаю вот такой еще есть да упаковка это тоже недорого мелом с дыней длине что ли вот здесь даже фотографии овец и коня есть прикольно прикольно кто-то есть еще вкусное я не знаю что это что-то же мороженое тоже сыр тут у них карамель карамель прикольные фигурки бобер вот календарь какой-то музей не знаю почему и разные медали регалии видимо вот награждали на чизкейк вот пожалуйста вкусно 850 ян вот тут овечки как дела норм живете круто да у вас тут неплохо так свободно пространство есть есть еда воды правда нету но это ничего шерсть вас уже побрили я смотрю давно ну и вон там вон кони пони козы козы конечно кроме MATT овечку он в море играет сразу вспоминается этот мем в ютубе где там осел козел что ли такой как заорал в общем такой вот прикольный мем да а вон там эти ослики или кони на я туда не пойду у нас эти товарищи свалили блин не хотят короче не хотят короче ждать меня побыстрее убежали от меня как только я предложил пустите одну из овец на на стыке они сказали что я бы пошли короче ладу так я с вами да а мы продолжаем и вот здесь загон с пони но так как это немного странный пони а вот ламу ламу прикольная о привет чё делаешь как она жует и нажит она прикольно и вот эти два пони тоже ладно пойдем найдем других пони здесь где-то должны быть еще о а вот же пони елы-палы вот это прикольные лошадки вот такие вот пони здесь а вы говорите там нету пони жгру есть пони вот мелко кстати вот в сочи по-моему или где-то на курортах детей катают на таких лошадях запрягает их и детей катают но там он семейство козлов или коз вообще не знаю них там целой делегации он сбор с бородами сидят так прикольно вон ходит побрили ее там видимо я не знаю час не сделай но в общем вот это еще более менее нормально она какая-то заросшие вот такие вот пони здесь вот это не пони это уже что-то другое это транспорт видимо их не местный робо робо это для работников значит для работников робо рабочие вот так что все окей мы разобрались что это или кто это был так но теперь мы идем назад в наши кафе и кушаем дальше там а здесь такая мини ферма так как бы для всех желающих а чтобы посмотрели из кого делается сыр молоко там это вот козья а там на той стороне кстати уже большие кони вон там мы туда не пойдем поэтому все ок в итоге я пришел значит конягам сейчас хочу вот взглянуть на в глаза и спросить где вы шлялись а вон там коровы там вот там вот были коровы из кони коровы это ханабата место такое около сарабецу мура где мы были на хоккайдо вот у них такая ферма здесь большая с бесплатным зоопарком вон там зверей кучи разных можно посмотреть с детьми приехать очень очень удобно на сейчас мы едем назад в аэропорт и поехать поедем уже домой надеюсь вам понравилось если понравилось не забывайте подписываться ставьте лайки делитесь этим видео с друзьями и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видео о японии нас с вами был дэн до новых встреч пока